Я вас всех приветствую в этот чудный вечер и сегодня у нас в гостях сладкий буболех от NS Guitars. И перед тем, как мы, как обычно, начнем копаться в инструменте, я бы хотел подметить, что это теперь мой телек. Отсюда стоит начать с нашей с ним истории любви, прям совсем немного, ну то есть истории знакомства. Вы часто мне кидаете в личку видео, фото, спецификации, всяких инструментов, и это абсолютно нормально, потому что когда ты выбираешь себе инструмент, любое мнение со стороны поможет спать спокойнее. И в один замечательный вечер мне скинули данные телекастера. Я посмотрел, мне спросили, как тебе? Ну на видео он смотрится бомбезно. Звучало тоже очень клево, я сказал, ну клево и клево в общем-то. После чего мне кинули ссылку на пост, где были три телека, вот голубенькие и два желтых. И ценник 300-350 баксов. Я посмотрел наверх, это была группа NS Guitars, то есть это мастер Сергей из Беларуси, он давно делает инструменты, уже, я не знаю, лет пять назад я встречал его инструменты на ютюбе у блогеров. И у меня в голове начало сопоставляться. Клево смотрится, клево звучит, 300-350 баксов, мастеровая, как так? Кто не знает, мастеровые гитары обычно начинаются от штуки баксов, ну серьезные, вот такие, уже от 100 тысяч в основном. И 300-350 это какая-то прям-таки суперинтересная цена, потому что, как правило, сюда идут более-менее все-таки хорошее дерево, да, плюс хорошая фурнитура и еще это ручной труд. Оказалось, что он просто распродает эти инструменты. И, соответственно, у меня загорелось бинго. Я пишу, я хочу твой инструмент. То есть я запал вот на этот голубой телек, кидаю видео и говорю, что давай ты пришлешь его мне. Во всяком случае, я как минимум сделаю тебе обзор, ты получишь рекламу. И если он мне понравится, то я у тебя, собственно, его выкуплю, потому что цена заманчивая. И через несколько дней он мне пришел. А вот теперь мы начинаем обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это самый, что ни на есть, классический телекастер. Здесь нет никаких скосов, никаких технических вырезов. Дека из ольхи, гриф из клён на болтах. И все это чудо весит 3,5-3,6 кг, как я навзвешивал. То есть все как положено. На мой вкус, как оказалось, это самая, что ни на есть, идеальная формула телекастера. Потому что у меня есть телекастер с вырезами. Были всякие, даже с клеенными грифами. Так вот, в итоге вот именно вот эта формула, она хороша тем, что это идеальный баланс инструмента. Он никуда не перевешивает. И стоя, и сидя. И от всего того, что я хочу от телекастера, вот именно удобство появляется, когда у тебя нет этих скосов. Потому что ты кладёшь руку, ты полностью можешь перенести вес, вес, вес руки с плеча на инструмент. И исполнять всё то, что ты хочешь исполнять на телекастере. Поэтому за материалы большое спасибо. То, что на них не экономили. И мы переходим, собственно, к технической части. Нас здесь встречает на голове логотип NS Guitars. Мне нравится логотип. Он выполнен в формате мастеровых инструментов из Штатов. У них тоже такие минималистичные, обычно, всякие логотипы. Мне нравится то, что у меня написано фамилия. Потому что не моя же фамилия написана. И особая тонкость инструментов, те, кто их любит, понимая то, что у тебя получается как бы индивидуальный инструмент. Ни у кого такого нет. Никто не понимает, с чем ты вышел на сцену. И то, что такой минималистичный логотип, это ещё больше придаёт загадке. Однако, сзади у нас написано Madden, Беларусь, 2019 год. Итак, это, опять же, самое что ни на есть классическая телековская башка. И за это спасибо. И здесь стоят колки. Что не мудрено. Колки, наверное, один из минусов данного инструмента. В плане того, что они ниже классом, чем весь остальной инструмент. И мастер мне об этом сказал. То, что ему нужно было уже отправлять. А колки ещё не пришли. И поэтому он поставил вот эти. В будущем, возможно, я их заменю. Нет, они неплохие. То есть, покупая гитару в этом ценовом диапазоне, взяв тот же самый Square Affinity, там будут стоять даже похуже. У них хорошее передачное число. 18 к 1. Они очень детальные. Ну, они всё-таки лёгкие в металл. Сплав такой лёгкий. Не совсем металл, я бы сказал, да? Условно. И, соответственно, ход у них очень лёгкий. А если затянуть, то получается тугой. Но по-дешёвому тугой. Поэтому колки всему общему инструменту немного уступают и портят общее впечатление. Но, тем не менее, в своей ценовой категории жаловаться как бы на них нельзя. Что ж, дальше нас встречает порожек. Он немножко замороченный. В плане того, что он выполнен буковкой Т. Это сделано для того, чтобы не нарушать, в общем-то, внешний вид окантовок. Здесь есть окантовки. Белые сверху, снизу. Они тоже искусственно состаренные. Не видно, что 2019 год. Не знаю, возможно, без них бы смотрелось не так. И, наверное, голубому цвету они подходят. Не знаю, как там на жёлтых они есть, нет, не помню. Но, в принципе, претензий к ним нет. Я люблю окантовки. И, в целом, гриф оставляет положительное впечатление. Почему? Лады. Лады большие. Лады большие. Такие толстенькие. Блестят, как у кота. Мне очень нравятся. И, в целом, гриф для меня оказался непредсказуемо удобным. То есть, как я уже говорил, бывает, ты берёшь гриф и понимаешь, что это продолжение твоего тела. То есть, что это своё. А бывает, ты берёшь гриф и понимаешь, что держишься за чужое. А держаться за чужое не хочется. То есть, и такой инструмент, он обычно у тебя в итоге висит, стоит, но не в руках. Здесь довольно-таки смелое решение. Гриф толстый. И это значит, что он подходит для всего того, что обычно требуется от телека. Но при этом у него довольно-таки плоский зад. То есть, он скорее как визер такой. Немножечко на классических инструментах, гитарах испанских. На ибонезах это применяется. И получается, он удобно сидит. И при этом стоя подходит под металкори, я бы сказал. При этом он ещё и сужается. То есть, у основания он толстенький. И чем мы идём выше-выше-выше, тем он получается более ибонезовский. Уже. Это прикольно. То есть, у вас как бы толстый гриф. То есть, вот на моём телеке, по идее, на Deluxe тоже такие же все вещи. Переменный радиус. Но здесь это выражено более смело. И на удивление, на удивление, я любитель классических грифов. Мне очень понравилось. В целом, гриф оцениваю на твёрдую 4, даже с плюсом. Здесь у нас высота очень маленькая. То есть, здесь вот я вставил миллиметр и лежит. То есть, здесь миллиметр под первой струной. И, ну, где-то миллиметр и 3, миллиметра 4 под шестой струной. Позже объясню, почему так. Обычно я делаю высоту побольше. Вы, наверное, заметили новогоднюю ёлку за моей спиной. Не знаю, как у вас, но у меня это единственный признак зимы. Новогодняя ёлочка и новогодние скидки в Parts and Strings. Топовые фурнитуры звукосниматели, комплектующие как зарубежные, так и наши, на любой кошелёк. Ребята работают чётко, слаженно. Лично заказывали у них стриплоки и звукосниматели. Не забудь сделать подарок на Новый год для своей любимой. Иначе будешь влажать весь 2020 год. Ссылка на магазин и группу ВКонтакте со всей инфой в описании к этому видео. И при этом частота ноток, в принципе, она есть. Тут не сказать, что что-то там звенит. Я не знаю, я прислоню сюда. То есть, если звоны есть, то на миллиметре, в принципе, у всех остальных инструментов он тоже есть. А чаще всего и ноты и гаснут. Тем более на американских инструментах это частенько, как мы недавно убедились, бывает. То есть, для такой высоты ноты, можно сказать, суперчистые. Но в целом всё-таки, ну, немножечко есть у него ограничения, об этом чуть позже. Поэтому за гриф оценка 4 с плюсом, не пятёрка. Анкер у грифа регулируется, кстати, тоже по классике. То есть, надо открутить, подрегулировать, привинтить назад. Да, это немного неудобно, но в данном случае уже отрегулировал мастер. Мастер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что у него очень странноватая посадка. Здесь довольно толстенная пятка. Из-за этого гриф посажен высоко, то есть карма не глубокий. А бридж классический протсигар. Он, в общем-то, заниженный. Он классический. Обычно из него торчат болты. То есть он не такой удобный, за что я не очень люблю протсигары. В данном случае все не так. Почему все не так? Из-за того, что гриф стоит высоко, получается, седла задираются вверх под его высоту. То есть винты, на которых седла расположены, они не прямо, они немножко задраны вверх. Это никак не сказывается негативно, в принципе, на отстройке инструмента. Но из-за этого и получается такая маленькая высота. То есть я сейчас понимаю, что я, конечно, как-то странно придираюсь. Обычно придираешься в плане того, что на гитаре фурнитура ограничена тем, что ты не можешь отстроить маленькую высоту. То есть изначально идет большая, ты не можешь отстроить маленькую. Здесь, наоборот, изначально идет очень маленькая высота. Я поднимал ее, и в итоге я вот шубомензур строил, в общем-то, доподнимал до 1,4 и 1. И, в принципе, все ок, но я привык побольше. То есть я жалуюсь на то, что здесь стоят очень низко струны. Тем не менее. То есть получается у нас ограничение в том, что гриф посажен высоко, а бридж низкий. И у них вот эта вот несостыковочка в фурнитуре и в посадке, она дает, да, то, что седло у нас задрано вверх. Отсюда даже вырастает плюс в плане того, что, чтобы их задрать, получилось вкрутить, в общем-то, винты регулировок высоты седла. И поэтому они не царапаются. То есть у нас абсолютно гладкий бридж, при том, что он классический. Обычно на винтаже всегда торчат болты, они царапают руку, это всем не нравится. Здесь же у нас классический бридж, но винты утоплены, все удобно, и, собственно, можно рубать айский металл. Это прикольно. Однако, возможно, все-таки в будущем я... Это не проблема, кстати. Посадка грифа, она решается, отдал мастеру 1000 рублей, он тебе протачил карман глубже, и у тебя получился гриф на одном уровне с бриджем. Как все, собственно, должно быть, на мой взгляд. Ну, как привычно моему взгляду. Другое бы дело, если бы гриф был посажен слишком глубоко. Тогда бы, получается, вы медиатором бились, а пигард копали. Вот это уже тяжелее намного решить. Карман грифа выполнен хорошо. Ничего нигде не торчит. У нас очень плотно сидит гриф. У нас нет перекосов. Собственно, и шестая, и первая струна, они равносильно удалены от края грифа. То есть соскакивать ничего не будет. Ни шестая, ни первая, что очень часто проблемой было, в том числе у японцев. У нас, в общем-то, классическая дека. Но у нее есть прикол. Как вы уже могли заметить, это релик. Я не сразу на видео заметил, что это релик. И для меня это, в принципе, нормально. То есть я не отношусь к этому ни хорошо, ни плохо. Но многие подумают, что это какой-то особый вид извращения. Когда ты отдаешь свою гитару, чтобы тебе ее избили, и ты за это еще потом заплатишь деньги. На самом деле, заказов на такое очень много. И по уму релик у мастера стоит, как вот этот инструмент, весь. То есть 15-20 тысяч рублей. Полностью снимается лак, готовится специальный новый лак, покрывается, отделается оттенение всякие. Потом, да, гитара, как говорят мастера, засирается. Но это все делается с точки зрения придания инструменту определенного имиджа. Сейчас попытаюсь объяснить, в чем прикол. Собственно, релика. И чем отличие от былого инструмента. Когда вы берете былого инструмента, на котором есть такие же отметины, они получились в результате жесткой эксплуатации инструмента. Отсюда у вас, скорее всего, не совсем функционирующая электроника. Частично функционирующая. То есть есть места, где звука нет. И это неприятно на концерте. У вас, скорее всего, сорваны все винты, регулировок, болты. У вас, возможно, инструмент падал. Отсюда у него трещина в кармане или какие-то еще трещины есть по корпусу. Возможно, даже, не дай бог, клееная башка. Хотя можно, конечно, склеить как надо, но визуально все-таки это не то. То есть релик – это не значит, что вам отломают башку и приклеят ее заново. При релике вам не будут наносить отметины на рабочей части грифа инструмента. При релике… В общем, релик – это когда вы получаете имиджевый инструмент состаренный, но при этом у вас полностью функционирующая электроника. У вас новые воды, не помятые, не побитые. То есть в идеальном техническом состоянии инструмент. Он абсолютно играбельный. Но при этом визуально он состаренный. В этом фишка релика. То есть это, повторюсь, это имиджевая вещь. Не каждому она нравится, безусловно. Не каждому подойдет. Но лично я найду, как это применить. То есть на фотках, со светом, все эти нюансы, все эти побитости. Они будут добавлять, это вот собачий волос, добавлять колорита инструменту и мне. В том числе, то есть, скажем, в рваных джинсах, на подтяжках, в пиджаке, на голое тело, там, не знаю, выходя на каких-то там брюках с задранной штаниной. То есть это все именно именно стайл. То есть нравится тебе такое или нет. В данном случае я не могу сказать, что это лучшее воплощение релика. Потому что, ну, понятно, что это должен быть специальный лак. Да, нитроцеллюлозный, дорогой лак. Это должны быть, по идее, дорогие инструменты. Но смотрится прикольно. Я не скажу, что это говорю. Это ни в плюс, ни в минус. Я это не отмечаю. На видосах, вот так вот, если не говорить и не скажешь, что это прямо релик. Только вот, наверное, приглядываясь, видно, что заморочился мастер. То, что вся фурнитура, она немножечко так потертая, да, Сергеем. Ручки немножко потертые. Есть какие-то мелочи. Вот тут вот трещинка в кармане, но она чисто на лаке. То есть она как бы есть, но ее нету, естественно, чтобы технически не вредить инструменту. То есть, ну, прикольно. Это прикольно. И кому нравится такое, он, естественно, это любит. И что тут спорить? Кому не нравится, тот не любит. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Fender Special, Fender Standard Ну и в общем-то, ну можно сказать, Fender Classic Мексиканский Это три самых моих любимых по звуку Telecaster Так вот, этот инструмент, он тоже во всей своей душе Telecaster И в бриджевой, и в средней, и в нековой позиции И именно за это я его себе решил оставить Потому что, да, вы знаете, у меня есть телек Американец Deluxe Дорогущий телек, с которым мы сегодня его сравниваем И у него Специфичный все-таки Telecaster У него изначально стояли хамконсилеры Это такие ноислисы, синглы От Fender Мало шумящие, которые в итоге шумели, как оказалось И у всех шумят, как оказалось Когда я посмотрел потом У них свой такой фон И дело в том, что это, по сути, хамбакер-катушка Вертикальный хамбакер-катушка над катушкой Они не давали сингловый звук Они звучали даже более смазанно и менее динамично Чем фирмовые хамбакеры на моих инструментах Поэтому я задавался вопросом ВТФ, я купил телек, а он звучит более ватный, чем мой Леспоп И, соответственно, я поменял их на Electro Animals датчики Они в нем зазвучали Без каких-либо частот никотильных Но я сразу метнулся, раз у меня были выхлопные датчики А когда датчики выхлопные С большим выходом, с большим сопротивлением Они обычно и получаются скомпрессированные Жирные, но смазанные Так вот, я взял с минимальным выхлопом И получил супер такой хрустальный Чистый, колкий, такой остренький звук Так или иначе, я воспользую в обзорах Всегда вы говорите, что звучит лучше, чем Страмберг Вот недавно был, недавно Также пихал я с буллетом Колоссальная разница В звуке, опять же, все написали Никто не спорил то, что да, Deluxe, конечно С мастеровыми датчиками Под меня звучит, конечно, лучше Классом, чем буллет начального класса За 18 тысяч рублей, собственно Какая-то телека То есть там была очень большая разница Именно в классе между инструментами По звуку я вам, наверное, сейчас вставлю Момент из того видео, чтобы освежить память Момент из того, чтобы освежить память И в итоге так получилось, что мой телек Он звучит, конечно, клёво, но Это очень такая субъективная вещь Не совсем телек Скорее студийный, интересный инструмент Под определенные задачи Да, есть в нем, безусловно За счет этого маленького выхлопа Есть в нем определенная телековкость Но в бридже нет того самого Твенга и так далее Нет низов телека Так вот, в этом инструменте Это все есть То есть здесь Очень интересно сочетается звук На чистом На чистом В бридже он даже, я бы сказал Интереснее звучит Чем, собственно, Deluxe В средней и нековой позиции Получается больше низов Инструмент Может быть чуть и поглуше Но зато более классический такой звук То есть это Совсем другой по звуку телек Не то, что мой Поэтому у меня теперь два телека и есть То есть не то, чтобы я там Что-то один и другой поменял Нет, это два разных инструмента Получились Да, оба телеки Но звук у них тембр отличается Здесь очень большая разница Между бриджевой позицией Средней и нековой Это тоже приятно Потому что у меня Нек и середина звучат Одинаково, как будто с разной эквализацией Просто При этом Несмотря на то, что на чистом Он звучит более классически И опять же Верхастом То есть как надо Как требуется От винтажного инструмента На грязном У него мега Клевый такой Низастый выхлоп получается То есть он подходит И для игры пальцами На чистом И при этом этот инструмент Подходит для рубилого рифов Если вам кажется Что типа на винтажных На голубеньких гитарках Кто будет рубить рифы Вы, ребята, ошибаетесь Вот как раз таки На черных рогатых гитарах Это уже всем приелось А когда пацаны Выходят с Классическими Гитарами И начинают на них Рубить брикдауны Вот это добавляет Определенного колорита Те же самые Энтер шикаре На том же самом Голубом телике На синглах Мега Креативные Просто Супер Я считаю Команда Пример для всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те же самые Анакондас Причем Да, сейчас они играют На кистили Причем гитаристы Бас-гитарист Но когда-то Они играли на телеке И из последних Концертов Что я хотел И на металл Группы в том числе Самый метальный Концерт В итоге оказался У рэп-команды Анакондас Потому что Записи у них И концертные Версии песен Это вообще Разные темы И звучало Очень-очень круто То есть Это не значит Что типа Вот на классике Нельзя рубить Нет, пожалуйста Здесь есть гриф Подходящий И здесь есть датчики Которые Тем не менее Дают все Что надо Ну и давайте Подведем итог Звук Звук, наверное Четыре с плюсом То есть Безусловно Это не идеал То есть Да Но Очень мало инструментов Может тягаться В примерах С моим делюксом Так или иначе На чистом звуке То есть Этот инструмент Не уступил ему Во многих В некоторых позициях Был даже интереснее И более классический За это ему плюс При том что Это собственно Мастеровой инструмент Бюджетного класса То есть По звуку Я считаю Более чем достойно И Прикольно То что он может Еще и на гейне По низам Рубить То есть Звук довольно таки Такой еще и плотный И акустически Хорош И плотный По эргономике Не могу поставить Тоже пять Потому что Вот эта вот Нестандартная посадка Грифа Многие скажут Типа Ты че Чувак Это клево Что он на миллиметре Там все звучит Все строит Я бы все Ну не могу Вот такой вот Я Не знаю Удобно Да Казалось бы Но Но не по классике Четыре с плюсом Тоже поставлю Внешний вид Внешний вид Я Ну опять поставлю Четыре с плюсом Ну может быть Четыре даже Смотрится он клево На видео На фото Смотрится клево Конечно же Из-за того Что лак Здесь Не собственно Не как на американцах Как обычно идет На релике Он смотрится Подешевле Фурнитура Тем не менее Тем не менее Не смотрится дешево Ни в коем случае Датчики Не смотрятся дешево И вполне себе Симпатично Ну когда я выложил Вконтакте Всем очень понравилось Все написали Вау-вау-вау Какая няша Ну и цена Цена на мой взгляд Это 5 Потому что Ну что вы можете купить За 300 баксов Вы можете купить Сквайер Буллет Который у нас Недавно был в обзоре Это неплохой телек Сделанный на фабричных Мощностях С более-менее Одним и тем же Качеством Но это домашний инструмент Вся фурнитура Калки Электроника Она не рассчитана На концертную деятельность Да и звучки там Собственно Это домашние звучки Да Собственно Они не мерят Куда-то там Студийную запись Как мы убедились В тот раз И собственно Здесь у нас Если мы будем Расценивать По заготовкам По фурнитуре Уже получится Эта самая цена Просто Мастер их распродает В данный момент И я не знаю Остались ли у него Сколько остались Но я помещу ссылку На пост В комментариях То что он распродает Именно эти телеки Он их сделал Вот То есть не специально для вас Поэтому и цена такая А он просто их надел По одному стандарту Я так понимаю И сейчас их продает Поэтому и дешево Потому что он Что-то хочет купить Я уже не помню Ничего Сергей Прости Поэтому этот телекастер Останется в нашем арсенале Мы будем его сравнивать С другими телеками Всегда Потому что Мой делюк Все-таки Он как я уже сказал По-другому звучит На сегодня Всем спасибо Большое спасибо За ваши комментарии Будущие Мне очень нужны Ваши комментарии И нужны ваши лайки Такая ваша жизнь На ютубе Чтобы я делал Более качественный контент Потому что Если мало лайков Соответственно Видос не попадает В верхушки И соответственно Я Я грущу Вот Ссылку На группу ВКонтакте Нест Гитара Ссылку Собственно на магазин Который помогает С выпуском Ссылку На данный инструмент Я оставлю в описании Можете Пройти Ознакомиться Написать мастеру Лично Он кстати делает Не только естественно Классику Он делает и безголовые инструменты В том числе И басухи делает У него достаточно Большая там Коллекция инструментов Можете посмотреть Ну а мы В общем-то Пойдем Еще поиграем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok